Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Биткоин только что упал почти на 2000 долларов за несколько часов. В этом видео я расскажу тебе о своем прогнозе на 2022 год, а также о причинах, почему биткоин уже целый месяц не растет, а криптовалютный рынок потерял почти 800 миллиардов долларов капитализации. Сегодня ты не просто узнаешь много интересного, но также я поделюсь с тобой очень занимательной теорией, которая поможет тебе определять пики уже в этом году. Поэтому я надеюсь, что тебе понравится. И если это будет так, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу развиваться, а видеоролику находить более широкую аудиторию. Начнем с биткоина. Мы должны понять несколько вещей. Биткоин находится в этом коридоре уже целый месяц и торгуется в нем, отталкиваясь то от нижней границы, то от верхней. Этот коридор от 45 тысяч до 52 тысяч долларов. Здесь можно в принципе попробовать его поскальпить. Это вызывает вопрос, а почему вообще это происходит? Почему биткоин до сих пор не отрастает? Почему он не растет? Нужно отметить, когда и с чего это началось. А это началось вот здесь, куда я указываю сейчас стрелкой. Что произошло в эти дни вот здесь? Джером Пауэл из ФРС США заявил, что они начнут сокращать программу закупок активов до полной остановки покупок в марте 2022. Кроме этого, он анонсировал троекратное повышение процентных ставок в этом году. Это и спровоцировало вот этот крупный массивный обвал, который случился за несколько дней. Справедливости ради, остальные рынки тоже упали. После этого мы немного отскочили и сейчас торгуемся в этом коридоре. Такое впечатление, что рынки ожидают новых заявлений от ФРС, прежде чем решаться на конкретные действия. Но как долго биткоин будет торговаться в этом коридоре нерешительности и когда он начнет расти? У меня есть тезис, который может дать тебе подсказку. Чтобы понять его, нужно для начала понять то, что сейчас двигает криптовалютным рынком. Сейчас я поделюсь с тобой такой информацией, которая может помочь тебе определять приблизительные пики движения биткоина в этом году. Я заметил, что пики биткоина в 2021 идеально совпадали с датами, когда ФРС США публиковала обновления по значениям инфляции. Что важно, даже несмотря на то, что отчеты по инфляции оказывались выше ожиданий, криптовалюта после этих отчетов начинала разворот и падала. И здесь, и здесь. Многие из нас, розничных инвесторов, верят, что криптовалюта – это защита от инфляции. Я и сам в это верю. Биткоин – это цифровое золото. 75% моей аудитории также говорит, что они инвестируют в криптовалюту из-за инфляции. Некоторые миллиардеры делают так же. Но 2021 показал, что ценнообразование биткоина работает не совсем так. Если розница инвестирует в биткоин как в средство защиты от инфляции, то отчеты о рекордной инфляции должны заставлять биткоин взрываться. Ну а биткоин после этих отчетов берет и падает. В апреле, мае, ноябре мы получали отчеты про рекордную инфляцию и криптовалюта практически сразу же падала. Почему? Хотя некоторые инвесторы и рассматривают биткоин как защиту от инфляции, но угадай что? Кто больше всего торгует криптовалютами сейчас? Об этом мы говорили в новогоднем выпуске. Это, конечно же, институционалы. Это видно по взрывному росту их активности. Посмотри, это параболический рост. Тем временем, что происходит с розницей? А вообще ничего, она даже падает в активности. Откуда же институционалы берут деньги? Как раз таки из финансовых рынков, в которые ликвидность поступает откуда? От ФРС США. Какой вывод я делаю из этого? Чем больше инфляция, тем меньше денег у институционалов для инвестиций в криптовалюту. Также это означает, что биткоин, который изначально предполагался как актив для розницы, сегодня становится неотъемлемой частью традиционных финансовых рынков, потому что в нем все больше и больше институционалов. И это видно на этом графике, опять же. И именно поэтому движение цены биткоина и всей криптовалюты сильно зависят не от того, что делает инфляция, а от того, что делает Федеральная резервная система США. И последние два года подтверждают это. Чем проще была монетарная политика ФРС, тем проще было расти биткоину. Но как только они начали закручивать кран с практически бесплатной ликвидностью для рынков, биткоин начал стагнировать. И расти ему стало гораздо сложнее. Именно поэтому мы долго находимся в этом коридоре. Из этого вытекает еще один вывод. Как только ФРС США закончит сворачивать свою программу активов, и ее монетарная политика станет более миролюбивой, биткоин вздохнет куда свободнее, и дорога к росту будет попроще. Так мы подошли к моему основному тезису. Чем больше инфляция, тем жестче и активнее приходится действовать в Федеральной резервной системе США. Так что с ростом инфляции ФРС США должна более агрессивно сокращать покупки активов и повышать процентные ставки, что выводит деньги и ликвидность из финансовых рынков. А значит у институционалов остается меньше денег для того, чтобы их инвестировать, в частности в биткоин. Поэтому в даты, когда оглашают отчеты про инфляцию, и инфляция оказывается выше ожиданий, биткоин начинает падать. Так что я очень рекомендую тебе следить за такими датами в этом году. Их можно погуглить, ну или найти по ссылке в описании. Инфляция в 2021 году была жесткой и рекордной, не только в США. На примере США индекс потребительских цен вырос на 7%, но это лишь официальные цифры. В реальности же, если судить по ценам, это намного выше. Но что же будет в 2022 году? ФРС США начинает действовать, чтобы понизить инфляцию в этом году. Сокращение покупок, повышение процентных ставок и так далее. Уолл-стрит ожидает инфляцию на уровне 2,8% под конец года. ФРС ожидает 2,5%. А Джейпи Морган и вовсе говорит, что по завершению первого квартала 2022 года инфляция опустится с 7% до отметок ниже 4%. Если это будет действительно так, и инфляция опустится до таких значений под конец марта 2022, мы увидим меньшее давление ФРС на рынке. А это значит, что ФРС может упростить монетарную политику и сделать ее менее агрессивной, такой, какой она была в 2020, например. Криптовалюта в этом случае начнет расти. И, возможно, даже параболически. Завершение. Программы сокращения покупок, падение инфляции, более мягкая политика ФРС, возвращение ликвидности на финансовые рынки. Все это именно тот момент, когда рынки, в том числе и биткоин, будут обновлять свои новые исторические пики. И это, возможно, уже в марте этого года. Но я думаю, что это случится либо во втором, либо в третьем квартале этого года. Да, ралли может начаться и весной, но лето 2022 для меня выглядит очень позитивно. Почему? Потому что действия ФРС США могут привести к падению инфляции. А значит, у институционалов станет больше денег. И мы уже с тобой поняли, почему это может привести к взрыву криптовалют. Ну, а это просто мое мнение, которое может быть супер ошибочным. Но я так думаю, и я свою позицию аргументировал. Если твоя позиция отличается от моей, напиши ее в комментариях, и почему ты так думаешь. Если видео было для тебя полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok